Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Республика. О главных новостях прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. На утро 30 апреля по данным сайта stopcoronavirus.rf в Чувашии 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 47 за последние сутки. 97 человек выздоровели, летальных исходов по-прежнему 8. Прямо сейчас в Доме правительства Республики начинается заседание оперативного штаба по коронавирусу. Одна из главных тем обсуждения – поездки за город на майские праздники. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований перевозчиками и пассажирами. Контроль полиции и мобильных бригад. На оперштабе работает наша съемочная группа. Мы подключаемся, чтобы узнать последние новости. Последящиеся приняли решение, что нам также необходимо в рамках посыла президента обеспечить возможность передвижения граждан до своих дач и приусадных участков. Возможно, если кто-то в сельской местности имеет такого рода хозяйство. И соответствующее решение сегодня было оформлено и соответствующим образом утверждено. Соответствующие органы исполнительной мласти, это прежде всего Министерство транспорта и дорожного хозяйства, работает над тем, чтобы обеспечить необходимыми пропусками тех перевозчиков, которые будут осуществлять соответствующую работу. Ну и, конечно же, перед нами, перед работниками органов исполнительной власти, перед работниками МВД, местного самоуправления, стоит задача очень внимательного контроля за процессом исполнения людьми всех мер безопасности по недопущению распространения заболевания. Это, прежде всего, применение индивидуальных средств защиты и выдерживание мер социальной дистанции. Для этого принято решение усилить мониторинговые группы, как на территории муниципальных образований, так и на участках осуществления перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам. И наша задача здесь, конечно же, прежде всего, обеспечить, с одной стороны, возможность людей доехать до местного значения, а с другой стороны, не допустить, скажем так, спонтанного скопления населения, и тем самым, чтобы не произошло случайное распространение инфекции и, не дай бог, еще новых очагов. Следующая задача для органов исполнительной власти, это, прежде всего, конечно же, между двумя важными праздниками, это 1 мая и 9 мая, работа над теми мерами, о которых говорил, опять же, президент в своем обращении. Это выработка рекомендаций по поэтапному снятию ограничений. Соответствующую работу мы уже ведем, и по мере поступления дополнительных рекомендаций со стороны наших коллег из органов государственной власти Российской Федерации, мы, конечно же, будем над ними более глубоко работать. С тем, чтобы оперативно доводить до хозяйствующих субъектов, до иных заинтересованных сторон соответствующие, скажем, решениям. Ну, в частности, уже готовится, как вариант, возможность осуществления деятельности уже между праздниками отдельно стоящих торговых организаций, которые имеют отдельный вход, и, конечно же, на территории этой торговой организации или здания одно юридическое лицо, то есть нету неких арендных отношений, и, если это предприятие, берет на себя обязательство выполнять все необходимые меры предосторожности, ну и, конечно же, подписывает соответствующую декларацию. В связи с тем, что у нас достаточно длительные выходные, с одной стороны, с другой стороны, уже затянулся процесс дистанционного обучения, и есть запрос общества по поводу ясности дальнейшего образовательного процесса, поручаю Министерству образования проработать вопрос сокращения учебного года для учащихся первых, восьмых классов. Ну и, конечно же, установить соответствующие дополнительные порядки обучения для учеников уже девятого, десятого и одиннадцатого классов, потому что это связано с тем, что эта категория учеников ведет чуть-чуть иную программу обучения и сдачи соответствующих испытаний ОГЭ, ЕГЭ и иные формы профессиональной подготовки. Ну и об остальных вопросах поговорим в ходе обсуждения повестки дня. И первый вопрос о текущей ситуации Чувашской республики связан с... Оперштаб продолжает работу. Подробнее о том, какие вопросы мира обсуждались, вы узнаете в ближайших выпусках программы «Республика». А мы переходим к другим темам. От новой коронавирусной инфекции вылечили 11 детей. Все они вместе с родителями находились в стационаре городской детской больницы номер 2. Сейчас там остаются еще пациенты с подтвержденным COVID-19. Туда же направят и детей с острыми респираторными заболеваниями, которые контактировали с зараженными людьми. 29 апреля в стационаре находилось 30 пациентов. Из них детей 22 человека. Положительных на COVID-инфекцию 12 человек среди детей и 5 человек среди родителей. У пяти детей диагностирована двухсторонняя пневмония. Лечащие врачи в состоянии здоровья детей госпитализированных оценивают как нетяжелое. Для поддержки медицинских работников из федерального бюджета выделено около 127 миллионов рублей. Средства уже распределены между теми, кто принял основную нагрузку в лечении коронавируса. На стимулирующие выплаты направят и 9 миллионов 300 тысяч рублей из бюджета Чувашии. Кроме того, предприняты дополнительные меры по обеспечению персонала средствами защиты. В условиях поднимения, конечно, самым необходимым условием это защитить медицинских работников, то есть обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день в республику уже поступило по инициативе непосредственным содействия главы Чувашской республики более 500 тысяч масок. Поступило более тысячи защитных костюмов. Также поступило более 100 комплектов многоразовых защитных костюмов и респираторов. Ожидаем буквально в первую неделю мая поступление еще более 10 тысяч защитных костюмов, бахил, респираторов. И по поводу обеспечения лекарственными препаратами. На сегодняшний день все учреждения у нас обеспечены всеми необходимыми, за исключением двух препаратов, которые находились до сегодняшнего времени в стойко-дефектуре на территории Российской Федерации. Но с 4 мая поступление этих препаратов будет возобновлено, и уже первая партия препаратов появится в наших учреждениях. В условиях пандемии дополнительные меры финансовой поддержки предусмотрены также для детей с семей с детьми до 3 лет. Выплаты в размере 5000 рублей смогут получить родители, имеющие или имевшие право на материйский капитал. Прием заявлений в отделениях пенсионного фонда республики уже начался. К онлайн-обработке документов приступили и в Красночитайском районе. У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявление до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у родителей соответствующего права. Выплата положена гражданам, право на материйский капитал, у которых уже возникло или возникает до 1 июля текущего года. Право на указанную выплату имеют семьи, даже если средства по сертификату уже полностью израсходовали. В Красночитайском районе претендующих на выплату по указу президента Российской Федерации составит более 150 семей. На сегодняшний день принято заявление от 125 получателей. Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Это главные новости к этому часу. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова